всем привет друзья подписчики мои многие просили заснять видео как я делаю стрелы для рогатки вот я почему их не старался быстрое видео выпустить я все тестировал проверял как лучше как бы их сделать еще усовершенствовать и вот когда я их уже полностью опробовал вот полностью испытал и решил уже вам записать чтобы уже была полноценная хорошая рабочая стрела в первым делом нужно отрезать вот такой бур конец сантиметров три-четыре чтобы зажать его на шуруповерт либо электрическую дрель чтобы она крутилась ровно чтобы крутилась чтоб не било в сторону если не отрежете вы не сможете просто зажать и когда вы его так вот обрезаете болгаркой то нас уже зажимается спокойно шуруповерт либо в электрическую дрель и вы сможете спокойно крутить и болгарку включаете зажимаете и добью и начинаете точить этот конец толстый вот так вставляете болгар включаете крутите и получается на выходе вот такая штука острая вот теперь надо сделать надрез вот надрез делаете для резинки вот оттуда вот смотрите откуда болгарка на запускать вот вот так вот вот так запускаете что было прорезь что было больше цену до центра чтобы зашла на в общем должно вас получиться вот так вот такие пропилы делаете из болгарки и должно получиться у вас вот так вот конец обязательно должен быть круглый никакой квадратный треугольные делать не нужно в общем любая другая заточка будет менять траекторию прикосновение с водой как только конец воду пробивает если вы сделали там тройной или четверохнарный треугольный он будет сразу траекторию менять вот круглый самый оптимальный вариант у меня раньше кто видео смотрел был всего лишь один прорез на рогатке это еле еле рыбу снимал но 90 процентов не уходила рыба вот с этими с тремя уже вообще никогда не уйдет ну что друзья осталось доделать последнюю заднюю часть берем салафан капаем каплю супер клея и начинаем чтобы слегка намазать бур это нужно для того чтобы плетенку или шнур сделать петлю и чтобы она была двух сторон чтоб она не ездила туда-сюда когда вы будете накручивать чтоб держалась вот у меня я нашелся вот такой дома шнур у кого нет такого шнура ну можно плетенку двойную скрутить потолще вот и когда супер клей у вас уже намазан наборе он спокойно приклеивается и просто держится и теперь же это все хозяйство берете обычную швейную нитку вот у кого есть капрон капрон может наверно вот лучше у меня обычная и вот так аккуратненько берем накручиваем начале рукой вот рукой на работе очень долго крутить потому что она очень тонкая вначале прихватить надо по-любому рукой а потом я ее беру одеваю на шуповерт и шуповертом уже получается намного быстро полностью начну я все прокручивать у кого нет шуповерта ну подойдет и дрель обычная вот и вот так вот я вставляю шуповерт регулирует центр чтоб никуда не била но там чуть-чуть быть будет ничего не будет вот и начинаем крутить вот так вот аккуратно наматываете потихоньку не спеша тщательно и делаем обязательно такой как буртик чтобы пальцы не скользили как бугорочек что было за что держаться вот а на эту петлю надо плетенку одевать петля в петлю что когда вы рыбу пробьете ну она снимается ну и когда буду стрелять рыбу я вам покажу как я делаю просто конец плетенки двойной я скручиваю чтоб петля получилась как бы двойная которая леска на катушке идет когда если рыбу вы пробили просто ну конечно чуть откручивать на заводской легче а это чуть плетенка но чуть чуть дольше зато стрелы вечные получаются летит точно четко камни не камни кирпич не кирпич грязь камыш кстати в камыш можно вообще стрелять она вообще просто супер не книги не вообще никак за камыш не цепляется и и вот уже вы как мы вы видите как получается начинается образовываться буртик вот я проверяю постоянно чтобы лишние намотать совсем лишнее будет тоже как бы может быть сопротивление воздуха ну как бы я много не мотал ну так мотаю чтобы пальцы не скользили через перчатку вот и примерно диаметр делаю как заводские стрелы вот ну больше не делаю смысла не вижу больше делать вот и вот так обрываем ее нитку когда вы так вот чувствуете что уже намотана вот и тщательно теперь что надо все супер клеем залить что прям супер клей пропитался до самого сверла и больше он никогда вообще не разойдется не ну не распутается не соскочит никогда вот вот так тщательно клеем поливаем несколько раз таких процедур проделываем и аккуратненько все с аллафаном берем не спеша и начинаем прокручивать чтоб клей везде впитался не спеша аккуратно все прокручиваем вот и вот так акулечек делаю еще клей подливаю и одно некоторое время оставляю ушу клей уже хорошо прошел чтоб нитки хорошо промочились и довольно очень крепко надежно получается вот такая стрела получилось ну длина у него где-то в районе сантиметров 12 13 получилось длинче смысла не вижу и вот так вот стоя ставлю я ее чтоб клей пока еще пропитывался дальше ну вот как бы в общем стрела получилось готово вот эту же стрелу запомните ее на днях будем испытывать стрелять вот главное конец что был у вас обязательно круглый прорезы вот такие вот 1 2 и сама где резинка 3 прорез вот и все будет здорово у вас ребята можно сказать вечные стрелы главное не забудьте рогатку отщелкивать сзади стопор если стопор не отщелкнули ну стрелу потеряете жалко будет а так лучше стрелы наверно нету но я разуме пробовал и за 10 долларов одну стрелу покупал вот дорого стрелы вот ну а и заводские чё плохо они в ком за камыш цепляются если хорошо в камыш корень попадет то она не выйдет а вот это хоть по корням бей сколько хочешь летит вообще будь здоров даже вот недавно я еще сделал рогатку модернизировал поставил плоские резины и двоих создав сквозь этим буром 2 созна пробил килограмм по 5 по 6 камеру не взял не смог заснять ну как уже сейчас вот постараюсь постоянно снимать что вам тоже показать что вы посмотрели как все это происходит ну чё ребят всем пока до скорой встречи кому понравилось такие стрелы ставьте лайк кто не подписался подпишитесь на канал обязательно комментируйте кто если может сделать еще лучше и вот на выходе вот такая стрела красиво получается готовая вот ну принципе не знаю лучше пока я не из какого материала у меня не получалось вот этот бур самый хороший крепкий очень хорошая сталь у него до скорой встречи до свидания Продолжение следует...